салют дамы и господа приветствую катаны с вами медатроныч и это пятый сезон второй выпуск ответы на ваши вопросы касательно радиосвязи напоминаю всем что в принципе это подкаст и видеоряд здесь только для галочки по многочисленным вашим просьбам и также напоминаю что свои вопросы вы можете задать специально отведенной группе во вконтакте именно там именно на них и отвечаю прежде чем их задавать ссылочка будет в описании к этому видео также там будут другие ссылочки на которые вы нажмете и посмотрите возможно видео которое решит тот или иной вопрос и вам не придется задавать также рекомендую зайти в плейлист на моем канале который называется вопросы и ответы по радиосвязи и там просто море море кладезь и еще легко вы сможете найти свой ответ в группе во вконтакте опять же листаете с самого начала читаете вопросы и как только следующее видео появляется в посте то в этом видео будет ответ на тот вопрос который вас интересует я думаю все объяснил ничего сложного нет как сказал это подкаст по большей части видеоряд здесь не несет никакой функциональной нагрузки разве только что тот хочет полюбоваться мной поехали первый вопрос спрашивает алекс приветствую олег требуется твоя помощь в выборе радиостанции для походов основные требования влагозащита ip54 и жаропрочность поддержка батареи размера 2а и работа при таком питании на полную мощность диапазон 2 метра и 70 сантиметров lpd пимер сейчас выбираю между айком айси 70 и и я свой в т277 р в комплект в комплект не уже есть я свой в т270р для диапазона 2 метра какой из указанных станций посоветуешь с учетом качество их изготовления и работы заранее благодарю пишет алекс а даже александр это подписался значит вот эти вот яски фтешки я бы не рекомендовал друзья ни в коем разе если выбирать из того что предложил то лучше возьми айком вот следующий вопрос переходим виктор пишет здорово метатронов хочу задать вопрос есть какие-нибудь отличия между вов нку в 5 и рыки ну ткф 8 или а зря перед переплатил 2000 рублей виктор ты же зря переплатил 2000 рублей отличие никаких отличней каких можешь смело возвращать станцию но либо следующую станцию брать если тебе понравилось ткф 8 брать бауфен потому что все иные станции это просто тот же бауфенкс только с другим шильдиком запомните друзья повторял неоднократно в китае кен вода нет и вообще у кен вода таких моделей никогда не было даже внешне следующем вопрос от олега здравствуй олег вот такой тезка пишет почитаем сейчас хочу поделиться проблемой в которую я уткнулся имеют вероятцы midland g3 очень интересные машинки со своими стандартными пипи сичными антенками работают лучше чем бауфенк 5r так дальше на сайте производительно сказано что а сказано возможность программирования изменения параметров по мощности передачи так секундочку так так что мне не помешает в их эксплуатации даже поможет жизни перекопав интернет не смог найти по приемлемое по реалиям и кабель программирования можно ли попробовать самому руками что-нибудь сделать самому руками можно попробовать сделать олег разрешаю делай без проблем все это появится делается но проще написать медланд и попросить их прислать софт я думаю ребята не откажут но если откажут то но не знаю очень странное будет поведение для компании которая продает продукт отказывать пользователям этого продукта в поддержке так что не переживай пиши отправляй и значит все будет прекрасно так следующий вопрос сергей привет метатронов что показывает индикатор поля просто какое-то наличие в че в проводе или именно полезную излучаемую в эфир мощность смотря какой индикатор смотря какого поля электромагнитного на что он рассчитан проб простенько сделанный индикатор показывает мощность этого поля вот дальше дмитрий пишет здравствуйте помогите пожалуйста мне нужно купить две рации чтобы переговариваться в поездке с машиной которая будет недалеко в пределах 1-2 километра я смогу слышать на этой рации обстановку на а и я смогу слышать на этой рации обстановку на дороге озвучите всегда бюджет перед тем как задаете такие вопросы и касательно дмитрий касательно всех остальных на это уже говорил озвучить и бюджет и опять же если значит просто говорить до чтобы ситуацию на дороге узнать то скорее всего подразумевается себе радиостанции туда приобретите себе радиостанцию поставь магнитные антенны то если не хочешь не ничего врезать да то есть тебе не так часто ты будешь этим пользоваться и вперед бывают себе радиостанции носимые но в кавычках можно подключить к ним антенну и опять же таки внешнюю магнитную и станция вообще будет занимать мало места ну а если тебе не нужно слушать ситуацию на дороге тем более многие думают что там эфир кипит и постоянно все все и все тебе рассказывают то возьми простые пимер очки комплект тот же motorola до 80 и пользуйся именно один два километра в пределах видимости до другой машины автомобиля вы сможете в принципе переговариваться вот это удобнее будет чем и и дешевле чем себе покупать каждому антенны настраивать так что определись начали что-то хочешь и какой тебе бюджет вот примерно я тебе рассказал как нужно виталий пишет приветствую я уже понял что к вам часто обращаются страйкболисты есть вопрос да привет привет всем страйкболистом кстати я недавно стал командовать своей группой и столкнулся с тем что пришлось общаться со штабом и параллельно с подчиненными вот так вот только в страйкболист это попал командовать стал уже подчиненными называет все был человек и пропал был вдруг и нету дай власть и узнаешь каков он ладно шутки в сторону уже три года пользуются kenwood hk2at но как я понимаю она одновременно не может работать блин соскочила страничка одновременно не может работать где тут она с двумя частотами да не может очень неудобно доставать рацию из чехла и переключать канал у пары человек в команде бауфенка не двухканальные значит ли это что эти рации как раз на такое способны мне стоит поменять рацию по качестве связи мой китаин вот меня очень даже устраивать буду рад ответу поменяем они на бауфенка поменяй на радиус про rp303 гораздо будет удобней надежней и просто эффективней чем ув5р но смысл менять тебе на бауфенка то есть как говорится хрен на хрен менять только время терять возьми что-то получше и с водозащитой это будет правильный шаг виталий следующий вопрос андрей привет скажи пожалуйста я купил рацию kenwood hf5 и ничего то есть не могу поймать а и ничего то есть никого не могу поймать но прежде всего запиши частоты lpd пимер если город крупный то например сто процентов где-то общаются охранники и так далее тому подобное если город мелкий то поймать кого-то это очень сложно вообще друзья не думайте что если вы заимели радиостанцию значит там только включив и вы сразу услышите эфир нет такого не бывает эфиры радиообмен не всегда не всегда очень активны зачастую наоборот очень редкий и нужно значить частоты на которых общаются если тебе интересно андрей послушать какие-то службы городские то пожалуйста тоже можешь посканировать в сети есть информация примерно на каких частотах искать ну и слушать там но все все зависит от города маленький город не очень активный эфир большой город больше активности до вера майнеры там но все кто угодно начинают общаться далее александр пишет здравствуйте олег вы последняя надежда прям как название к фильму все голову сломал есть короче две станции в x-170 столкнулся с такой проблемой сигнал со станции на станцию идет но при сканировании какие волны ничего не ловит что посоветуйте шумоподавительная единица вторая станция все ловит нормально что-то может быть сканируешь то есть он она вообще ничего не принимает да но это старенькая станция как ни крути вот может быть что-то с компонентами внутри может какая-нибудь там деталюха рассохлась такой вариант и физические повреждения тоже стоит посмотреть я бы на твоем месте ну если ты понимаешь что делаешь разобрал бы и поправил такой хотя бы первый технический осмотр что что здесь не так может быть вот как минимум если ты не разбираешься отнеси лучше специалисту и не трогай и еще раз повторюсь станции не новенький поэтому ну они хорошие но ждать от них чудес тоже не приходится и как любая не новая техника свойства имеют ломаться хоть редко но бывает метка так далее пишет влад доброго дня олег просвети меня в нескольких нестандартных вопросах сто процентов вопрос сейчас будут стандартные кто меня постоянно смотрит тот знает что обычно с таких фраз начинаются как раз таки стандартные вопросы так каково качество связи к вы у к вы 2 метра 70 сантиметров то есть человек уже описывается очень хорошо условиях низирующего излучения например чернобыль или ядерный полигон есть ли помехи можно ли их избежать помехи есть избежать но не знаю как как ты их избежишь они есть повышая мощность вот если будешь рядом с радиоактивными источниками находиться скорее всего у тебя просто из строя оборудование выйдет вот и и все и помех никаких больше не будет как и связь понял тебя что в моделях ясу та 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 там 6 6 7 8 неожиданно вылетает деталька про модели так тут более старшие до 817 не слышал ли подобное вообще про любую станцию можно накопать что-то такого что в ней вылетает но вот 6 7 8 яски да у них вылетает эта детальюха про более старшие модели там свои детские болезни но если ты хочешь приобрести то приобретая тебя никто не остановит и если даже тебе скажу что там что-то может ломаться как бы все все равно станции эти берут ими пользуются за за одной простой причиной нет аналогов более дешевых чем эти станции вот и все ясу она как бы широко распространена в любительском недорогом сегменте за счет этого и выезжает но не только в любительском но вот в любительском у нее обычно самые дешевые идут станции так обычно не значит всегда опять же время вышло друзья пора платить по счетам отправьте не знаю что то вне таймера тут сработал так дальше возможно ли установка рабочей антенны на микроавтобус наподобие антенны поручни как у бтр чтобы не выходить из машины при кв связи или это чисто тактическая фишка или бла-бла-бла возможно все возможно совсем странный вопрос существует ли ли альтернатива радиоволнам при беспроводной передаче информации около и не научные методы телепатия торсионные прочее также древние барабаны дым голуби свет не в счет заранее благодарю но ты свет зря исключил потому что это не такой же древний метод да и голуби порой помогает на такой и риторический вопрос я могу могу ответить либо да либо нет вот так что идем дальше вопрос за за забавно был но он требует отдельной темы философствовать а мы будем что сейчас будем это делать мы отнимем время же а там еще вопросы есть так что переходим к артему пишет артем при месту метатроны ч есть актуальный вопрос есть брелок сигнализации автомобиля с обратной связи работает слабо как сделать об игре и это в одном из твоих видео ты рассказывал как увеличить дальность мр-160 воксталов с помощью пятидесямного кабеля можно ли такое сделать для брелка можно делай можно не проблема можно 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 даже нужно идем дальше сергей пишет доброго времени суток нужно коротковолновая не себе радиостанции трансфер для сверхдальних связей чтобы носить в рюкзаке с аккумулятором и антенной типа от а 120 но не кислоты загнул приятель и и что-то подобное на или что-то подобное водозащитные обязательно работать буду татата татрата то ну вот тут цена на которую рассчитывают три тысяч 30 тысяч рублей в радиотехнике я не новичок заранее благодарю за ответ сергей но если ты не новичок то вот иди на любой сайт продающей радиостанции на те же я с этим моделям не один десяток лет и и ничего нового пока что не появилось так что ты сам знаешь прекрасно что в эти деньги можно взять сейчас по моему в эти деньги уже ничего нельзя взять с курсом хотя может быть ту же 817-ю может быть ты сам под свои нужды там посмотришь и выберешь какой-то новинки я тебе не подскажу тут тут все пока что на месте стоит китайцы не чешутся андрей пишет за стилик поставил на рацию бафинк в петербурге аккумуляторный бокс на 6 батареечек а а после чего рация перестала работать на передачу работает только на прием с родным аккумулятором работает исправно как это возможно исправить заранее спасибо за ответ андрей прежде всего проверь как этот блок питания встает может он как-то сильно встает и где-то деформирует рацию деформирует я не представляю как такое возможно но такое все таки бывает гнет где-то твою бау фенгу как-то хитро гнет и поэтому такой эффект у тебя шасси алюминиевая как-нибудь там выгинается это прежде всего что стоит проверить то есть папа папа по простому возьми проводки и подключи проводками свой блок питания не вставляя его в станцию если проблема не исчезнет то тогда уже очень странно нужно будет там ну естественно я думаю тоже проверил напряжение на выходе все такое прочее да поэтому проверь вот не вставляя батарейный блок просто его подключить да вот так вот если заработает то значит причина выше озвученная что-то там перекрашивается коля пишет коля 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 николай да есть возможность купить новую пуксин пикс 2 r за 26 но без крепежа на пояс и резиновой заглушки гнезда наушников стоит покупать или нет не знаю коля все зависит от твоего материального состояния и предпочтений как я могу сказать стоит или не стоит делай выбор сам я делаю лишь обзоры на основании которых ты можешь решиться для себя брать тебе что-то или не брать нужно или ты или не нужно так пишет никнейм телк ну тел значит ил подскажите где можно узнать последний на данный момент частотный план таблицу разрешенных частот видов связи частотный план где потому что я вижу не к нейм не русские да то есть если ты не не в россии то обращайся в свой аналог русском надзор а если в россии то вот пожалуйста туда вперед далее пишет александр вопрос такой пишут люди на форумах вот не очень нравится когда так начинаешь когда сам человек вопрос не задает а ссылается на кого-то что дескать кто-то где-то пишет вот он пишет то 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 это правда или нет ладно сейчас почитаем что распайка и трех перемычек на плате midland g7 можно добиться увеличения мощности на 50 процентов как твое мнение по этому поводу сказка или действительно такое возможно если возможно то стоит ли это делать будет ли ощутимый толк от этого заранее спасибо причем александр свой аккаунт удалил очень интересный подход то есть задал вопрос и удалил аккаунт вчера задал и тут же удалил я даже не знаю отвечать не отвечать такому человеку и уже про это говорил на самом деле работает не трогай александр я наверно так отвечу по что человек не уверены в себе который удаляет аккаунт задав вопрос может что угодно натворить и потом скажет а мне сказали вот в ютюбе я поэтому так сделал поэтому я не хочу рисковать брать грех на душу в другом что нибудь собой еще сделает поэтому работает не трогай вот и последний вопрос на сегодня серёга спрашивает всем привет какую лучше поставить ширину пропускания для радиостанции ну короче для жуткой мыльницы бао фенга там вообще там все равно как бы для этих станций какую ты поставишь ширину пропускания ставь широкую серёга ставь широкую на тех мыльницах игрушках собственно делать ничего не нас особо не надо ставь широкую не прогадаешь на этом все с вами был я олег гром более известен как метатроныч еще раз повторяю вопрос свои можете задавать специальные теме во вконтакте это был второй выпуск пятого сезона 5 же до сезон пятый сезон пятый сезон мы с вами уже пять сезонов это классно пятый сезон ваши вопросы мои ответы по радиосвязи все до скорых встреч не болейте не чихайте проведите остаток своей жизни с пользой адью все до сезона ну а Субтитры сделал DimaTorzok